Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем знакомиться с творчеством Джона Роналда Ройла Толкина. И сегодня мы поговорим о том, как Толкин создавал карту Диких Земель, напечатанную на заднем форзации первое издание Хоббита, выпущенного британским издательством Джордж Ален Эн Анвин 21 сентября 1937 года. Сохранился текст первой рецензии на повесть Хоббит от 10-летнего Рейнера Анвина, сына главы издательства Джордж Ален Эн Анвин, который в юном возрасте был нанят своим отцом для рецензирования детской литературы, так как его отец Стэнли Анвин считал, что лучше всего в книгах для детей разбираются именно дети. В своей рецензии молодой Рейнер написал, что книга ему очень понравилась и указал на то, что, по его мнению, будущая книга должна содержать географические карты, чтобы помочь своему читателю. Действительно, история долгого, продолжительного путешествия получает свое развитие и дополнительный смысл, когда существует карта, которая показывает маршрут этого путешествия, или, по крайней мере, часть маршрута, как карта, которую мы сегодня посмотрим. Давайте поговорим о том, как Толкин создавал карту Диких Земель или карту Глухомани в российской адаптации. Первое изображение – это карандашный набросок местности между Мглистыми Горами и Чернолесием, либо Лихолесием в альтернативном переводе. Рисунок нарисован Толкином на нижней половине листа ранней рукописи Хоббита. В левой части рисунка находится хребет Мглистых Гор, его пересекает линия, это так называемый хай-пасс или высокий проход, или проход Имадрис. Высокий проход – это путь через Мглистые Горы, которым пытался пройти отряд гномов с Бильбо и Гэндальфом. На восточном склоне Мглистых Гор есть несколько отметок. Это Гоблингейт – врата гоблинов, Варгс – варги, и деревья, подписанные как Пайнвудс – сосновый лес. Посередине карты течет Великая река, на которой находится скала Каррок. На эту скалу Торина и компанию доставили Великие Орлы, спасая их от гоблинов и варгов. Также рядом с ней находится брод через Великую реку. Правее от скалы Каррок отмечен защищенный изгородью дом Биарна – могучего человека-оборотня, способного превращаться в гигантского черного медведя. В этом доме Биарн принял Гэндальфа, Бильбо и Гномов и оказал им поддержку. На карте этот дом подписан как Медвед, потому что в первом варианте рукописи Хоббит Биарн назывался славянским словом Медвед. Это связано с тем, что Биарн был грубым одиночкой, жил затворником, превращался в медведя и питался исключительно медом своих пчел. Верхнюю правую треть рисунка занимает контур черного леса, подписанный как Майквуд. От скалы Каррок мимо усадьбы Биарна и дальше через лес идет пунктирная линия, подписанная как Путь. Это новая северная дорога, которую использовали эльфы, потому что основная старая лесная дорога к тому времени стала непроходимой из-за близости к крепости Некроманта. Отрезок старой дороги изображен внизу карты от Мглистых гор до Великой реки. В итоге Торин и Кампания пошли относительно безопасной северной дорогой, на которой перед входом в лес их покинул Гэндальф, сославшись на срочные дела. Следующее изображение – это нарисованная тушью и цветным карандашом карта местности между Мглистыми горами и Чернолесьем, который является переработанным вариантом наброска из ранней рукописи. Композиция рисунка не изменилась. Это хребет Мглистых гор слева, Великая река посередине и контур Чернолесья в правой части карты. Пунктирная линия, подписанная как Старая дорога, идет через перевал в Мглистых горах, отмеченный как просто проход, дальше пересекает Великую реку вместе, обозначенным как Брод, и уходит за границы карты в направлении Чернолесья. Отметки Врата Гоблинов и Варги остались на своих местах на восточном склоне Мглистых гор. Положение скалы Корок и дома Берна также не изменилось, только теперь дом подписан как Берн, а не как Медвед в раннем варианте. Из нововведений относительно оригинального рисунка на карте появилась неподписанная горная река, вытекающая из Мглистых гор и впадающая в Великую реку перед скалой Корок. К северу от дома Берна, в точке на границе Черного леса, отмеченной как Врата леса, начинается новая пунктирная линия, подписанная как Тропа эльфов, обозначающая узкую тропу через мрачный лесной туннель, по которой в итоге пошли Торин и компания. Следующий рисунок – это первая полноценная карта Диких земель, нарисованная Толкиным на последнем листе домашней рукописи Хоббита с использованием черных и красных чернил и цветных карандашей. Карта стала богаче, на ней появился компас, множество новых объектов и подписей и таблица сокращений. Карта ориентирована на север, стрелка в левом краю подписана как Западные земли. Через ось компаса Север-Юг проходит красная штриховая линия, подписанная как Граница дикости. Она начинается сразу после брода на реке Бруйнен, которая не подписана. Красная пунктирная линия, выходящая из левого края карты, идущая через брод в Ривенделл, королевство эльфа Эльранда и дальше на восток – это путь, проделанный Торином и компанией к одинокой горе. Путь до Ривенделла соответствует направлению Великой Восточной дороги, которая идет дальше через Мглистые горы, потом через Великую реку и превращается в штрихпунктирную линию, подписанную как Старая дорога через лес, которая упирается в реку Бегущая на правом краю карты. На севере карты появились новые объекты. Теперь хребет Мглистых гор доходит до горы Гундабет, в которой в древнейшие времена пробудился прародитель гномов Король Дурин Бессмертный, и которая во время развития сюжета повестью Хоббит была давно захвачена орками и стала их северной столицей. От горы Гундабет начинается хребет Серых гор, на востоке которых находится иссохшая пустошь. Возвращаемся к маршруту Ториной Компании. На территории Ривенделла находится точка, отмеченная английской буквой И. Она обозначает дом Элронда, согласно расшифровке в правом верхнем углу карты. Дальше красная пунктирная линия проходит через Мглистые горы, на которых отмечены точки Пи, высокий перевал или высокий проход, Хайпас, Джи-Джи, врата гоблинов, Гоблингейт и В, которая обозначает Варгов, то есть огромных волков. От врат гоблинов красная пунктирная линия идет в направлении скалы Каррог на Великой реке, затем к дому Бьерна и дальше на север точке Эф-Джи, на границе Чернолесия, которая обозначает лесные врата, Форестгейт, и находится в начале Тропы Эльфов. Тропа Эльфов – это новая дорога через Чернолесие, альтернативная ставшей опасной старой лесной дороге, которая проходит южнее. Старую и новую дороги разделяют холмы Чернолесия. Дальше Тропа Эльфов пересекает зачарованную реку, текущую из холмов Чернолесия и впадающую в лесную реку, которая, в свою очередь, берет начало в серых горах, течет через северное Чернолесие и впадает в реку, бегущую в районе Долгого озера. В конце Тропы Эльфов, на восточной окраине Черного леса, находится точка, отмеченная аббревиатурой Икей, которая обозначает залы эльфийского короля. На востоке, в месте слияния зачарованной реки и реки Бегущей, находится Долгое озеро, на котором отмечена точка с буквой Эль, которая обозначает озерный город Эсгород. Севернее озера расположена Одинокая гора, место финального назначения хоббита Бильбо Бэггинса и отряда гномов под предводительством Торина Дубощита. На северо-восток от Одинокой горы начинаются холмы, в сторону которых показывает стрелка с надписью «Железные холмы». Отличительной особенностью этой карты является аккуратная штриховка горных хребтов цветным карандашом. Следующий рисунок — это финальная карта Диких Земель, которая была напечатана на задней форзаце первого издания хоббита 1937 года. Когда Джон Рональд Роя Толкин принес предыдущую карту Диких Земель в издательство, там ему сказали, что не имеют технических возможностей для ее печати, что карту следует перерисовать заново и при этом ограничиться только двумя цветами. Что горы нужно изобразить с помощью штриховки, реки обозначить параллельными линиями, а лес оформить тем же цветом, что и горы, оставив второй цвет для обозначения надписей на карте, которые нужно сделать немного аккуратнее. Толкин перерисовал карту с учетом всех рекомендаций издательства, и новый вариант карты Диких Земель оказался феноменально лучше, чем предыдущий. Два самых больших объекта на карте, это Мглистые горы и Чернолесие, получили невероятную детализацию. Для отображения гор Толкин применил разные виды штриховки и сплошной черный цвет, что визуально придало им объем. Чернолесие, которое раньше было изображено с помощью примитивных изолений, теперь получило индивидуально нарисованные деревья и множество новых объектов. Все надписи на карте также были перерисованы, а сокращения и аббревиатуры полностью исчезли. Для самых крупных объектов Толкин использовал средневековый унциальный шрифт, остальные надписи были стилизованы под старое английское письмо. Самые значимые новые объекты на карте это летящий дракон с подписью Пустошь Смауга над Одинокой горой, и большое количество новых элементов в Чернолесии, таких как фигуры пауков и паутины, холмы узалов короля эльфов, множество лесных озер, горы Чернолесия, которые раньше были просто холмами, и поселения людей-лисорубов. Название карты было оформлено Толкином в декоративной рамке в нижнем правом углу, над которой находится ранний вариант его монограммы, собранной изначальною букв его имени и фамилии. Дорогие друзья, сегодня мы подробно разобрали, как Джон Рональд Ройл Толкин создавал карту Диких Земель, или Глухомани в русской традиции. Большое спасибо за просмотр, всего хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok